Мороз и солнце, скрип снега и свежий воздух. С лыжами или без мы стремимся к природе. Одним достаточно выбраться за город, в то время как другие за новыми ощущениями отправляются за 3-9 земель. И сегодня у нас в гостях романтики гор, покорители вершин Тимур Гайнулин, президент Тюменской региональной федерации альпинизма и ее секретарь Ольга Яковлевна. Доброе утро, Тимур. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Буквально несколько минут назад мы смотрели про лыжи. Насколько важна лыжная подготовка альпинистам? Или вы все больше пешком, ползком по горам? Подготовка альпиниста – это прикладной вид спорта, такой же, как бег, легкая атлетика, такой же, как скалолазание. Это тоже прикладной вид спорта. Без лыж, в горах делать нечего, это функционалка для организма. Мы постоянно все катаемся на лыжах или просто бегаем. Это основное, можно сказать. Понятно. А вот все-таки тогда что должен уметь профессиональный альпинист? Профессиональный альпинист должен уметь ходить, во-первых, по горам. Готовый, а, по горам. Да, по горам. Для этого специально есть даже учебная подготовка. Когда люди приезжают в горы, инструктор помогает им правильно ходить по тропе, допустим, на гору, по травянистому склону. Так, профессиональный альпинист должен уметь выносить трудности, которые встречаются в горах. Это холод, это переутомление физическое, это эмоциональные перегрузки. Вот это у нас, Ольга, буквально с корабля на бал. 21 числа, 21 января вы вернулись из Киргизии, вы там на Тяньшане были, проходили сборы Вала Арча, Арча 13 они называли. Что это были за сборы вообще? Это были традиционные альпинистские сборы, на которых присутствовало около 35 человек вместе с инструкторами. Ребята приехали из России, из стран СНГ, из республик. Был молодой человек из Азербайджана, это республика Башкортостан, это ребята были из Тюменской области, Нижнего Новгорода, Самары и так далее. Были представители разного возраста, начиная от 18 лет молодой человек и мужчина из Кемеровской области, город Междуреченск, 60 лет которому было. Люди занимались альпинистской подготовкой, совершали горовосхождение, встречали три праздника, встретили мы, находясь на территории Киргизии. Вот давайте, Ольга, сейчас мы посмотрим, у нас есть видео с Тяньшаней, ну правда это прошлогоднее видео, 2012 года, Аларча 2012. Мы посмотрим, в каких условиях приходилось, так сказать, заниматься подготовкой. Напомните, сколько человек было из Тюмени у нас? Семь человек. Семь человек? Да, семь человек. А вот это что такое? Это вы уже где-то забрались куда-то или это рядом с лагерем? Это восхождение на гору, называется гора Пик Рацика, находится она на высоте 4200 метров. Восхождение совершается из промежуточного лагеря, называется Хижина Рацика, которая находится на высоте 3400 метров. Ребята поднимаются туда, там акклиматизируются и совершают уже восхождение на вершины. Все выдерживают или следует установленному плану? Вообще все выдерживают, да, следует установленному плану или есть такие, которые, ну скажем так, отправляются домой раньше других? В основном все находятся до положенного срока, до окончания сборов. Людям могут помешать болезни, но даже это их не останавливает. Они проходят курс лечения, иногда спускаясь в город Бишкек, находясь там 2-3 дня, потом возвращаются снова. А есть какой-то период акклиматизации? Или вот вы как приехали и так сразу пошли? Период акклиматизации существует обязательно. Мы приезжаем в Альплагерь, который находится на высоте 2200 метров и находимся там от 3 до 5 дней. Проходим практические занятия. Новички даже больше там находятся. Ольга, у меня к вам еще один вопрос. Вот всегда меня поражало то, что слабый пол, скажем так, девушки берут откуда-то силы. И бывает даже вперед парней бегут в горы и раньше всех забираются. В то время как не каждый мужчина может быть выдержать вот эти вот нагрузки. А откуда вы берете силы? Бывают, да, такие девушки, которые бегут впереди мужчин. Совершенно верно. Силы, скорее всего, такие девчонки берут, ну, стремясь доказать сильному полу, что они не хуже мужчин. Тимур, а не обидно мужчинам бывает? Да нам даже получается в радость, что девочки с утра встают, готовят еду, спальники наши вытряхивают, потому что они льдом покрываются. То есть это вообще здорово, что есть девушки, так сказать, украшения гор. И не обидно, что они чуть-чуть сильнее бывают. Это же только, как сказать, на виду, как только критическая ситуация. Мужчина берет самое сложное все равно на себя. И только мужчина может справиться в дырах с самой сложной ситуацией. Ну, это как практика, вот. Вы сказали, что очень много новичков, да, участвует, ну, так скажем, это их, может быть, первые горы, может быть, первые какие-то высокие покоренные вершины, да. А после чего вот новичок становится профессионалом? После первого похода в горы? Или нужно как-то вот из года в год, лет пять походить, и тогда тебя уже говорят, что ты действительно профессионал? Что это за путь вообще? Это в течение, получается, становления альпиниста как спортсмена. То есть он первый раз приезжает в горы, он вообще делает оценку, нужно ли ему дальше куда-то ходить, стоит ли заниматься профессиональным альпинизмом. Выполняет разряды, ходит в горы, участвует в соревнованиях, обязательные условия. И только после того можно назвать человека профессионалом. То есть он сам себя никогда так не назовет, но как бы вот уже в документах он идет как бы в основной человек, который может сделать эту работу. Ну как, Белый Высоцкий, пусть он в связке с тобой одной сам поймет, кто такой. Тимур, вот пять лет уже Ваша организация отметила, ну, прошлой осенью, да. То есть как бы первая пятилетка закончена, началась вторая пятилетка. Вот какие планы, перспективы у Вас ближайшие и на будущее? У нас год начался, видите, очень классно получается. И вот и Северный Теньшань, и этап Кубка России, вот мы провели на праздники, выходные было очень много народу, показатели, также золото осталось у нас. Ну классно, здорово. Тут же сразу и победители первенства мира, Кубок мира выиграли. И вот сейчас уже в марте начинается наш опять проект «Горы для всех». То есть любой желающий может совершить восхождение на Урале, это на священную гору Еремель. Любой желающий? Любой желающий. А что можно сделать этому желающему? Нужно просто позвонить по телефону, который указан на сайте. Ну это на самом деле каждый, кто хочет, он уже знает этот телефон, или знает, куда пройти, оставить заявку, мы сами связываемся с человеком. И все, минимум снаряжения, все это выдается на складе. Человек приезжает на турбазу, начинает осваивать технику альпинизма, и в течение двух-трех дней он совершает восхождение. То есть это получается три дня в сумме с поездкой. Ну все понятно. Спасибо большое, Тимур и Ольга. Новых вам покоренных вершин. Напоминаем об альпинизме и горах. Нам рассказывали Тимур Гайнулин и Ольга Яблонских, президент и секретарь Тюменской региональной федерации альпинизма.